Добрый день! Вы знаете, дорогие друзья, что у нас в стране лютые миллиарды рублей из бюджета всех уровней тратятся на поддержку за защиту. Где-то в каких-то регионах это тратится разумно, действительно, на содержание в приютах агрессивных собак, которые нельзя выпускать. Где-то это тратится совершенно нелепым образом на поддержание стаи зоозащитников, которые, извините, стаи зоозащитников. Зоозащитники это люди, которые защищают животного от произвола, в том числе от произвола человека. А зоозащиты это люди, которые считают, что бездомные собаки имеют право рвать людей на части, убивать людей на части, и человек не имеет права защищаться, когда на него набрасывается собака. Кстати говоря, законы Российской Федерации написаны именно во втором ключе, а не в первом. Это создает колоссальную общественную напряженность. В том числе она проявляется и в некоторых преувеличениях. У нас действительно лютые миллиарды тратятся на это направление. У нас законы действительно написаны абсолютно безумным способом, так что человек не имеет права защищаться, если на него нападает стая одичавых собак, или на его ребенка нападает стая одичавых собак, это карается законом. Я не шучу, это действительно так. И практика таких приговоров есть. В каждом регионе приезжаешь, общаешься с местными чиновниками. Ну, кроме Москвы и Питера, богатых, понятно. Естественно, они на меня смотрят достаточно сдержанно, скажем так, потому что я справедливая Россия, оппозиционная партия. Есть несколько вопросов, после которых они становятся вашими друзьями. Один из этих вопросов, а как у вас с собачками? После этого, когда чиновник понимает, что вы не за уши за, а вы нормальный человек, который считает, что, может быть, он не любит, может быть, мы не любим друг друга как представителя разных политических сил, но мы испытываем биологическую солидарность перед той агрессией, которая сейчас провоцируется государством. Мы понимаем, что когда нас набрасывается бездомная собака, мы должны иметь право защищать себя. После этого наступает уже, так сказать, более нормальное, более взаимно содержательное отношение. После этого мы начинаем говорить на одном языке. Становится понятно, что я не безумец, я не враг. К сожалению, очень хотелось бы, чтобы эта проблема была решена, но государство отказывается решать эту проблему. Единая Россия останавливает решение этой проблемы, хотя предлагает некоторые разумные вещи. Как это ни странно будет звучать в моих словах. Но иногда вот эта паника, страх за шизы, которая набросится и сожрет хуже любой стаи вешеных псов, вот этот страх проявляется в том числе в регионах. Мне время поистину Сахалинин, в Хомске, по-моему, руководитель района, кстати, из «Единой России», который произвел хорошее впечатление с Ратунского района, вот он рассказал среди других проблем, что вот у нас строится приют для собак, на который тратится на зал безумную сумму сотни миллионов рублей. Естественно, это вызвало эмоции. Представители зоозащитной общественности, а не зоозащитной, ко мне обратились с вопросом, знаете, что такое, мы про это еще не слышали. Я написал запрос, выяснилось, что приют есть, приют строится, но он строится не на бюджетные деньги, а на частные пожертвования. Понятно, что если это частные пожертвования, то можно отгрохнуть для собак хоть вторую рублевку, можно построить хибарку и сказать, что мы потратим на нее миллиард рублей, или 800 миллионов, или 300 миллионов, можно сделать что-то разумное. Это вопросы частного благотворительного. У нас нет слишком больших налоговых львов на благотворительность, поэтому даже если там какие-то чрезмерные деньги будут потрачены, это не является, не будет являться попыткой ухода от налогообложения при помощи благотворительности, как это распространено на Западе. Поэтому хорошая новость заключается в том, что бюджет Сахаринской области делается в этой части разумно. И какие бы, как хомские коллеги говорят, страшные деньги из Единой России не тратились бы на этот приют, это деньги частных благотворителей. Проверка проведена, факты установлены. Если вы имеете доказательство, что это деньги бюджета, пожалуйста, напишите мне и пришлите доказательство. Потому что все профильные ведомства, не только местные в Сахаринске власти, но и федеральные, это дело проверили. Как было написано, спи спокойно, дорогие товарищи, факты не подтвердились. Спасибо.